В горах Алматы сохраняется лавинная опасность. Об этом сообщили в госучреждении Касселезащита. По их данным, только с начала года в горной местности погиб человек. Снежная масса также уничтожила хижину в Медеусском районе. В связи с этим городские спасательные службы проводят искусственный спуск лавин. На каких участках тается угроза, знает Дамиранитов. Обязательно к прочтению для новоприбывших туристов. Вот для канатной дороги расположена такая табличка с уровнем лавинной опасности в пределах открытых зон. Сейчас, как видите, это у нас третье, значительное. Это означает, что снежный покров на крутых склонах неустойчив. Говоря простыми словами, фрирайтинг или же езда за пределами основных дорог смертельно опасна для жизни. Несмотря на запреты на наших глазах, нашлись любители экстрима, которые нарушают правила курорта. Спасатели провели с ними профилактическую беседу. Горы – это неописуемая красота, но в то же время скрытая угроза. В случае схода лавины прекрасный отдых может обернуться трагедией. Сейчас на Шамблаке спокойно, как сказали нам спасатели, все стабильно. Однако, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются осадки, поэтому опасность схода лавин все еще сохраняется. Здравствуйте! Добрый день! Как вам отдых? Снег, все? Отлично! Как говорят, Бог дал Казахстану самые лучшие места. Хорошо, у меня такой вопрос по безопасности. Как бы, вы сами понимаете, в горах ездить довольно-таки опасно. Есть угроза схода лавин, ни шагу вправо, влево. В принципе, вы сохраняете все эти правила? Обязательно. И рекомендую всем кататься в шлеме, в омбудировании и соблюдать осторожность, особенно весной. Застать врасплох спасателей курорта Шамблак почти невозможно. Они на регулярной основе искусственно спускают лавины, тем самым предотвращая угрозу. Для этих целей у них есть специальная пушка – аваланчер. Это устройство на сжатом воздухе для метания на склон пластиковых оболочек с взрывчатым материалом. Такой агрегат во всей стране в единственном экземпляре. Эти красочные кадры нам любезно предоставили сотрудники курорта. Установка французского производства представляет собой цилиндр, то есть наполняется азотом и выстреливает азотом, то есть выплевывает, будем говорить. Шесть метров ствол и стреляет она до двух километров. Но у нас здесь есть точки пристрела, когда настраивали его. Мы не отклоняемся от этих точек и в принципе нам хватает все лавиноопасные очаги. Всего в Алматы свыше ста лавиноопасных зон. 18 из них считаются особо проблемными. По ним и ведут усиленную работу спасатели. Но несмотря на это риск сохраняется. В связи с этим сотрудники КАЗ силезащиты призывают алматинцев не планировать выезды в горную местность.